Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы покажем и расскажем о новинках косметики в интересной упаковке. Первый продукт это маска для лица. Баночка легкая, как будто пустая. В ней находится порошок, это база для маски. В нее нужно добавить воду и хорошенечко перемешать до однородной консистенции. Благодаря тому, что упаковка похожа на стаканчик, маску удобно перемешивать, но пригодил себе шпатель в комплекте, в который можно нанести продукт на лицо. Еще раз обращаю ваше внимание на форму баночки. Она стильно смотрится, вызывает ассоциацию упаковки для йогурта и к тому же удобна в использовании. Сером Лореаль в виде шприца. Продукт представлен в виде диспенсера системы Airless, что позволяет дольше сохранять все активные ингредиенты и увеличивать срок годности продукта. По форме упаковка напоминает шприц. Дозировать продукт удобно, он не протекает, не выскальзывает из руки. На крышке есть чехол, который блокирует вытекание средства. Средство для волос с уксусом для блеска волос. Продукт представлен в виде флакона с носиком, что очень удобно для нанесения, так как можно нанести продукт точечно. Колпак обеспечивает защиту от случайного протекания. Такой вид дозаторов популярен среди средств по ходу за волосами, из-за удобственного нанесения продукта на кожу между волосами. Кондиционер для волос в виде спрея. Флакон имеет необычную форму, зауженную внизу, что смотрится элегантно и стильно. Также оригинальность ему придает то, что цвет спрея совпадает с цветом флакона, а посередине их соединяет серебряное матовое кольцо. Благодаря такому дизайнерскому решению продукт выглядит стильно и дорого. Спрей распыляет мелко и равномерно. Это же является большим плюсом. Мыло в виде сферы. Необычная форма сразу же притягивает внимание, так как она круглая, но это никак не мешает флакону быть устойчивым. На такую форму стандартная этикетка не подходит, поэтому рекомендуется термоусадочная пленка, так называемый слив. Минусом было то, что тяжело было отблокировать дозатор. Верхняя часть прокручивалась, но сам дозатор не хотела подниматься вверх, как было указано в инструкции. Наконец-то удалось. Нужно было придерживать юбку и одновременно прокрутить верхнюю часть.